Мы уже привыкли к тому, что с 1 июля каждого года коммуналка дорожает. Но если до этого услуги на ЖКХ поднимались раз в год, то с нового года повысить тариф предполагается дважды. Мы поинтересовались у народа, насколько такие меры будут ощутимы с точки зрения финансовых возможностей граждан. Доходы у населения не увеличиваются, а расходы, как говорится, все больше и больше. Поэтому состояние общества вообще ухудшается и, естественно, настроение тоже. И так они не дешевые услуги ЖКХ. Тут еще будут дорожать, я что-то негативно скажу. Я думаю, для среднего социального класса это будет очень и ниже, будет очень ощутимо. Обороты, конечно, это особо не коснется. Так почему же это не сделать наоборот, как это предлагает общественный деятель Галина Кудрявцева? Недостающие средства, о которых говорят правительственные мужи, оправдывая очередное повышение налога на добавленную стоимость, брать не с народа, а с самых обеспеченных слоев нашего общества. Для этого достаточно лишь ввести налог на роскошь. Никто бы, наверное, не возмутился, если бы НДС даже в большем размере увеличили бы на товары роскоши. Есть, как говорится, бюджетные автомобили, машины, да? Не надо их трогать, но есть и роскошь. А роскошь ее все равно те, кто в состоянии покупать, и кто хочет показать, что он состоятельный, он все равно ее будет покупать, эту роскошь. Поэтому, пожалуйста, набавьте туда в 10 раз больше. Мы не против. Но не надо трогать все, чем живут простые обыкновенные люди. Почему же наше правительство не идет на такие меры и в очередной раз продолжает испытывать народ на прочность? Потому что богатые себя умеют защищать, потому что богатые пролоббировали всех этих депутатиков от Государственной Думы до какого-нибудь местного совета. Это они их пролоббировали, это они у них на подкормке сидят, поэтому они голосуют так, как надо. Напомним, что очередное повышение на услуги ЖКХ наши граждане ощутят уже в августе, когда получат квитанции за июль. К слову, больше остальных коммунальных услуг в Воронеже и области в цене поднимется электричество на 4,2%. Оправдано, наверное, в сторону какого-то слоя общества, которое обогащается, так скажем. А основная масса, естественно, страдает. Это вообще невозможно. Пенсии не добавляется, а бегом и бегом. На одно лекарство, вся пенсия идет, на одно лекарство. Пойдите в любую аптеку, лекарства, вот у меня вторая группа, не купите. 500 самые дешевые. А пенсии 7 тысяч. Себе-то они пенсии хорошие начислили, да? В общем, наши граждане не против поменяться с политической элитой местами, чтобы те почувствовали все прелести такой жизни на себе.